Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Дмитрий Подлесной. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведомстве отмечают, что ситуация с преступностью в округе остается под контролем. В целом массив преступлений сократился незначительно на 4%. Заметно увеличилась раскрываемость на 2%. Происходит снижение убийств, однако наблюдается рост преступлений, повлекших тяжкий вред здоровью. В управлении достигли неплохих результатов, касающихся имущественного блока. В частности, фиксируется сокращение совершенных краж. Хорошо сработали по профилактике грабежей и разбоев. Увеличивается количество мошенничеств как в целом по России, так и в округе. Это говорит о доверчивости жителей. В последний месяц у нас идет достаточно серьезное выявление, пресечение преступлений, связанных с наркотиками. Каждый день минимум где-то по 400 грамм, а то и по 5 и более килограмм изымается наркотиков на территории нашего округа. Это Нижневартовск, Сургут в большей степени, Нефтьюганск и Ханты-Мансийск. Оно уже как бы так вот традиционно стало, что по большим городам сюда завозятся большие партии наркотиков. Глава югорской полиции считает, что на сегодняшний день удалось выстроить достаточно серьезный заслон по противодействию этому виду преступности. Напомним, ранее президент России Владимир Путин произвел реформу силовых ведомств, добавив к базе Министерства внутренних дел структуры федеральных служб по миграции и контролю за оборотом наркотиков. Сейчас завершается процесс их внедрения в систему МВД. Законодательная база двух ведомств, нормативная база приказа внутренние, в том числе ограниченного доступа, сейчас перерабатывается, уже переработывается. На сегодняшний день я хочу сказать, что мы выходим уже на нужное направление с координированности действий и обучения слаженности действий двух ведомств по реализации как оперативной информации, так и участия в раскрытии преступлений. Проект «Дороги без проблем» работает в нашем округе. Это интерактивная карта магистралей, в которой можно сделать отметку о некачественном участке той или иной трассы. После поступления сообщения о проблеме модератор анализирует запросы и направляет их в общественные советы согласно территориальному принципу. Выясняется, кому принадлежит эта дорога – муниципалитету, городу, району или поселку. После анализа данное сообщение направляется непосредственно тем, в чем в ведении находится магистраль. Проблема либо устраняется в кратчайшие сроки, либо ее ликвидация ставится в долгосрочные или краткосрочные планы работы профильного ведомства. За время работы интерактивной карты «Дороги без проблем» в ее адрес поступило 41 обращение от граждан. Из этих 41 обращения на сегодняшний день около 60% проблем решено. Остальные находятся под грифом, находятся под контролем. И был один вопрос, который касался дороги от Нижней Тавды до Мордки, но там и речь идет уже о Тюменской области. Первый в Сургуте и Югре дом социального найма откроет свои двери в ближайшее время. Все строительные работы по объекту уже завершены, осталось пройти процедуру полной приемки здания. Об этом журналистам рассказал заместитель главы города Александр Шатунов. Чиновник отметил, что сейчас муниципалитету предстоит признать дом социальным и выкупить нежилые помещения. Деньги на это уже выделены. Общая стоимость объекта практически полтора миллиарда рублей. 95% от этой суммы – деньги округа. Оставшиеся средства из городской казны. Напомню, в доме социального найма – 560 квартир. Право на аренду жилых площадей по минимальной стоимости имеют люди, состоящие в очереди на улучшение жилищных условий. Он выгоден будет для тех людей, которые нуждаются срочно в квартирах. Причем этот список строго ограничен. У нас ведется это отделом. Шевченко Алла Юрьевна занимается всеми этими вещами. И получается, однокомнатная квартира будет в целом, мы считали, стоить от 7 до 9 тысяч рублей, судя по квадратуре. Сделать ставку на детей в Сургуте состоялся второй туристский форум. Специалисты в этой сфере собрались, чтобы обсудить перспективы развития отрасли. Многие из чиновников пришли к выводу, что проще воспитать югорских путешественников с детства, чем привлечь взрослых туристов из другого региона или из-за рубежа. Днем ранее в Сургуте презентовали два детских туристических маршрута. Эксперты обсудили также сложности при привлечении инвестиций. Я считаю, что инициатива в развитии туризма должна быть от наших бизнесменов, вкладывающих деньги, что это бизнес и тут тоже будет отдача. И второе, мы уже при поддержке государства, всех органов власти, всех структур, должны развивать детский туризм. Вот когда мы делаем прививку нашим детям, что отдыхать у нас в стране, в нашей территории интересно, красиво, уютно, пускай они отдыхают где угодно, но свою страну они посмотрят. Ханты-Мансийск, новогодняя столица России, 2017. В этом статусе город утвержден Министерством культуры РФ. В столице Югры уже в полную силу готовятся встретить поток туристов на мероприятия. Первая из них ежегодно проходит в середине декабря, или чуть раньше, это Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек. Организуют также катания на оленьях и собачьих упряжках. В боевой готовности и все музеи, и развлекательные учреждения Ханты-Мансийска. В прошлом и позапрошлом годах они работали в обычном режиме все новогодние каникулы. Мы долго бились, продвигали идею. У нас есть собственный козырь в кармане. Это наша зима, снега, мороз, когда все в этой части чисто, бело и девственно. И вот на это тоже нам нужно приглашать, чтобы на это приезжали. Едут в Антарктику, едут в Антарктиду, едут в Исландию, едут, скажем, в Гренландию, и это им нравится. А у нас при высокой, скажем, освоенности территории, при мощном потенциале промышленном, еще оказывается такая красивая зима. Всего в Югру каждый год приезжают полмиллиона туристов. Около 10 тысяч из них иностранцы. Самой большой была делегация из Швейцарии, 18 человек. В их числе банкиры, врачи, чиновники, работники культуры. Они, по словам принимающей стороны, были в восторге от возможностей и красот нашего региона. 25 тысяч югорчан работают в туристической отрасли. Гостиницы за минувший год оказали услуги на сумму 2 миллиарда рублей. А чисто туристических продуктов продано на миллиард 700 тысяч. Вот это цифры, которые говорят о том, что это уже экономика. Ей нужно заниматься. Округ большой, интересов очень много, начиная, скажем, от этих водно-болотных территорий, до лесных массивов Советского района и нашего приполярного Урала. Плюс города. Города все как конфетки. Вы знаете и Сургут, и Лентор, и Когалым, и Покачи, и Лангепас. Назовите любой город, он весь красив, уютен, с удобной инфраструктурой. Есть места, где разместиться. И рядом островками существуют, скажем, элементы туристической отрасли. Это наши базы, это стойбище, объекты показа промышленные. Ну и, к сожалению, маловато. Вот здесь нужен инвестиционный потенциал, он должен вложиться. Ученики первой школы поселка Солнечный в рамках фонда интеркультуры России вернулись из Индии. Жили и обучались школьники в индийском городе Индар в местных семьях. Ребята изучали индийский язык, хинди, традиционные танцы, а также познакомились с культурой этой страны. Рецепту хлеба чапати, узором медий и движением танца катхак теперь смогут обучить своих одноклассников ученики школы в поселке Солнечный. Восемь ребят на днях вернулись из Индии. Они приняли участие в программе по обмену. Одним из первых в округе средняя школа приняла участие в международной организации Айфэс – «Обмен класс на класс». В прошлом году, в ноябре, ребята из Индии побывали в Сургуте. В этом школьники с 6 по 11 класс этого учреждения смогли отправиться с ответным визитом. Они посещали занятия там, для них индивидуальная программа была разработана. Но конкретно дети ехали, чтобы отработать английский язык, владение языком. Поездка в Индию являлась культурно-образовательной. Две недели ребята знакомились с традициями, обычаями народов этой страны. Обучались танцам, рукоделию, изучали родной язык индийцев хинди. Каждый школьник проживал в отдельной семье, которые старались создать наиболее комфортные условия для проживания. У меня была большая семья. Проживали дедушка, бабушка, мама, папа, девочка, которая меня взяла, и младший сын. Они мне всегда говорили, вот иди кушай, тебе нужно кушать. Я говорю, зачем вы меня так кормите? Они говорят, мы относимся к тебе, как к Богу. Потому что ты наш гость, и с другой стороны тем более. Более пяти лет в Сургутском районе работает международная программа обмена. За это время в округе провели каникулы и прошли обучение около 200 детей, более чем из 20 стран, таких как Германия, Италия, Венгрия и Франция. Один из них – Андриан Рамирес. Он приехал из Америки. В Сургутском районе он обучается в химико-биологическом классе. В чисто девичьем коллективе молодой человек занимается с начала учебного года и до июня. Андриан признается, что русский язык сложный в произношении, и пока удалось изучить только базовые слова. Когда я жил в Америке, я чувствовал, что хочу открыть для себя мир. Я самостоятельно принял решение приехать в Россию и изучать русский язык. В скором времени вместе с Андрианом школа пополнится еще иностранными учениками. Этой весной СОЖ номер один снова примет новую делегацию индийских школьников. Виктория Дрягина, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Сургут против жестокости. Наш город присоединился к всероссийскому митингу против живодеров. Для чего активисты всей страны вышли на улицы своих муниципалитетов, и что послужило причиной организации массовых акций, выяснила Юлия Бабенышева. У меня на руках и дичоныша скалечены лапы, и ему грозит ампутация. Мы не хотим, чтобы в нашем городе и в нашей стране это оставалось безнаказанным. Мы против жестокости. Полина Фоменко, как и многие неравнодушные сургутяне, пришла на площадь перед бывшим кинодиатром «Аврора», чтобы привлечь внимание властей и добиться справедливого наказания для всех истязателей животных. Помощь волонтерам в организации мероприятия оказали участники общественного движения «Дай лапу». Мы подавали заявку на проведение пикета от нашего общественного движения в администрацию, чтобы нам согласовали проведение акций. Но организаторами, конечно, это волонтеры, активные волонтеры и просто неравнодушные люди сургута, которые вышли с предложением. Ну и, собственно говоря, мы организовались, у нас получилось. Запустили в небо белые шары с добрыми пожеланиями в знак мирного митинга. Желающие принесли для нуждающихся животных корм. Самое главное, что мы собираем подписи в обращение к правительству и президенту Российской Федерации с просьбой принять все-таки законы, которые будут регулировать защиту животных. Иначе так просто дальше продолжаться не может. И люди это понимают, люди выходят на улицы, и все только начинается. Общественники требуют ужесточить уголовную и административную ответственность, а также значительно увеличить срок тюремного заключения за убийство, издевательство и пропаганду насилия над животными. Мы не безразличны к данной проблеме, так как животных бездомных все становится больше в городе. Чтобы меньше бездомных было, надо ужесточить статью, чтобы хозяев наказывали. Я очень люблю животных. И я очень люблю кошек и собак, птичек и всех остальных. Причиной организации массовых акций по всей стране стал резонансный случай в Хабаровске. Девушки жестоко расправлялись с собаками и кошками и выкладывали фотографии своих жертв в интернет. Есть ли в нашем городе подобные истории, вы узнаете в ближайшем выпуске телевизионного обзора новостей. Юлия Бабенышева, Борис Шабалдов, Сургут Интерновости. А на этом выпуск завершен. Впереди вас ждет еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей на сайте телерадиокомпании Сургут Интерновости по адресу indefisnews.ru. А я с вами прощаюсь. Берегите себя. В ближайшие дни в Сургуте похолодает. Пора приобрести модную шубку. Многие сургутяне уже знают, где можно подобрать теплую, красивую и качественную верхнюю одежду. В торговом центре «Союз» открыта ярмарка меха от Кировской меховой фабрики. Здесь можно подобрать обновку на любой вкус и кошелек. Шуба разнообразных фасонов и жилеты безупречного качества производится на Кировской меховой фабрике при использовании материалов только отечественного производителя. На выставке представлен очень широкий ассортимент шуб из норки, нутрия, мутона, каракуля. Все изделия только отечественного производителя. На каждую модель мы предоставляем скидки, рассрочку и кредит. Мы приглашаем всех жителей Сургута посетить нашу ярмарку и выбрать себе шубку по душе. Кстати, по многочисленным просьбам сургутян, работа ярмарки будет продлена до 13 ноября. Поэтому ценителям натурального меха стоит поторопиться. Совсем недавно коллекция пополнилась огромным поступлением норковых шуб. Спешите приобрести шубку по выгодной цене. Кировская меховая фабрика предлагает новую коллекцию норковых шуб по летним ценам. С 7 по 13 ноября на втором этаже ТРЦ «Союз». Здесь модные шторы тонов говорит, и вновь из наших окон весна говорит. Если шторы нужны, давайте зайдем в Оли. 688-466. Интернет и телевидение в максимальной комплектации. Теперь от 750 рублей в месяц. Подключайтесь. 36 08 08. Женская, изящная и утонченная. Мужская, брутальная и стильная. Детская, яркая и практичная. Обувь в салонах жета. Неизменно комфортная и теплая. Одно и двухкомнатные квартиры в современном московском жилом комплексе «Альтаир». Экономия на ЖКУ до 30%, трехуровневый паркинг, детская игровая площадка, автономное горячее водоснабжение. Жилой комплекс «Альтаир» – это выбор современного человека. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Ювелирный салон «Рубин» открывает богатый мир совершенной красоты, запечатленной в благородных металлах и драгоценных камнях. Украшения от известных производителей. Эксклюзивно в «Рубине» представлены мужские цепи «Бисмарк». Сургут, Югорская, 5-2, салон «Рубин». Солени Коллизионе приглашает за покупками большое сезонное поступление шубы, дубленки, пуховики. Скидки от 30 до 60%. Беспроцентная рассрочка. Солени Коллизионе осень и зима будут теплыми. Солени Коллизионе – то, что действительно модно. В магазине «Адам» новое поступление изделий из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями. Большой выбор столового серебра, ручек, а также свежий ассортимент ювелирных изделий из золота. Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3-2, телефон 377-877. Здравствуйте. Информация о погоде на 9 ноября в студии Дины Кристи. Генеральный партнер прогноза погоды – компания «Еломет». Вы купили «Алмак-01». Почему? Меня еще в советское время в санатории магнитами лечили. «Алмак-01» нужен, чтобы нормально ходить. При заболеваниях позвоночника и суставов воспользуйтесь аппаратом «Алмак-01» компании «Еломет». В ноябре успейте купить «Алмак-01» до подорожания. В аптеках «Планета здоровья», «Экона» и «Аптека от склада». «Алмак» – высокоэффективное лечение хронических и острых заболеваний в домашних условиях, создан для здоровья людей. Под влиянием скандинавского антициклона большая часть приобья. В регионе преимущественно солнечная, сухая и морозная погода с температурным режимом на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Лишь на востоке и югра и за рядами снега еще отзывается уходящий циклон. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 2-7 метра в секунду. Температура воздуха минус 16-21. В магазине «Домашний погребок» скидка на барилки, ангерки, винные и дубовые бочки до 40%. Новое поступление банок для солений. Эх, зима, холода, без самовара никуда. Скидка на весь ассортимент самовара в 20%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Чудо техники для зимних прогулок. Санки-коляска легко передвигаются и по снегу, и по асфальту. Детский вездеход, прогулки без забот. Санки-коляска такие только в Карапузе. Всегда радостные покупки для детей в магазинах Карапуз. Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам благоприятного дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова